This conference will now be recorded. Разные таблицы, которые мы выгружаем из текстовых файлов, из файлов Excel, либо из веб-запросов. Разрешите вам представиться. Меня зовут Мишина Анна Евгеньевна. Я преподаватель учебного центра «Специалист». Преподаю в учебном центре три базовых линейки курсов Excel. Первый, второй и третий. Если вам интересно познакомиться с основными линейками курсов, которые вы можете найти у нас на сайте, предлагаю вам пройти по этой ссылке, которую кину вам сейчас в чат. В этом случае откроется специальный гид, в котором он выглядит вот так, как у меня представлено сейчас на левой части экрана. И в этом, соответственно, гиде вы сможете посмотреть, скажем так, те курсы, которые вас могут заинтересовать. Простой щелчок мыши на той или иной команде позволит вам найти нужный курс. Первый, третий курсы, они посвящены, первый, второй и третий Excel, они посвящены изучению базовых настроек. После изучения этих курсов вы можете перейти на изучение курса VBA. На этих курсах вы изучаете, что такое программирование и макросы. И дальше перейти на курсы, посвященные бизнес-аналитике. Это так называемые надстройки PowerPivot и PowerQuery. Приставка Power говорит о том, что это особые суперкурсы, то есть суперсводные таблицы. Даже не курсы, извините, я говорила, супернадстройки. PowerPivot – это суперсводные таблицы, а PowerQuery – это суперзапрос. Соответственно, подключаясь к этим настройкам, вы делаете что-то большее, чем что может отдельный Excel. И вот как раз изучению, применению настройки PowerQuery для выгрузки данных мы с вами сегодня и займемся. В данном случае мы будем подключаться к сайту, ссылочку на который я вам сброшу. Можете пока с ним познакомиться. На этом сайте вы можете увидеть индекс так называемого Big Mag. Журнал The Economist в 1986 году придумал такой индекс. И в его основе лежит гипотеза о том, что одинаковые товары должны стоить в разных странах одинаково. И если это не так, то, соответственно, выясняется, занижены ли, либо завышены курсы валют друг к другу. Если следует такой гипотезе, то российская валюта до сих пор сильно недооценена. Из чего будет состоять наше сегодняшнее занятие? Длится она всего лишь 45 минут. Это совсем немного. Но мы успеем сделать следующие шаги для того, чтобы сравнить эти два списка. Мы сможем создать запрос к индексу Big Mag за 2020 год и продублируем его для, например, сравнения с периодом 2010-2015 года. Когда у нас будут созданы два запроса, мы создадим на основании этих двух запросов единый запрос, который будем проанализировать. После чего сделаем аналитические расчеты для сравнения и визуализируем полученный отчет. После чего к готовым визуализациям мы настроим определенные фильтры, которые помогут нам выводить на экран только нужные нам варианты. В данном случае первый шаг, который мы с вами будем создавать, состоит из того, что мы будем пользоваться надстройкой Power Query. Надстройка Power Query вы можете найти в Excel 2016-19 версии. И, естественно, в Office 365 под группой команд, которая называется «Получить и преобразовать». Где-то трансформ в английском интерфейсе. И в этой вкладке, в этой, соответственно, программе, в этой группе команд вы должны будете нажать команду «Из интернет». Что же делать тем, кто не является счастливым обладателем 2016 и 2013 Excel? В этом случае вам придется скачать эту надстройку из интернета, с сайта Microsoft, просто забив поисковый запрос «Скачать Power Query». Ну и в результате, в результате этих действий мы должны получить, давайте одну минутку, я покажу сейчас другой экран. Так, в результате этих действий мы должны будем получить, одну минутку, вот такую визуализацию. То есть сравнивая две таблицы, мы будем, соответственно, их учиться еще и визуализировать. Как правило, по курсу Power Query времени на визуализацию у нас практически не остается. Ну и давайте начнем. Создадим новый файл. Это абсолютно новый пустой файл Excel, в котором мы при помощи надстройки Power Query сделаем подключение к сайту, ссылку на который я вам сейчас продемонстрирую. Скинула вам ее в чат. В этой ссылке мы можем видеть, соответственно, загрузки курса валют по разным годам. Как мы видим, курсы валют загружаются у нас два раза в год, и вот последняя выгрузка отвечает за июль 2020 года. Надеялась я, что 27 января у нас загрузятся все ссылки, но вот, к сожалению, только июль, поэтому будем обращаться именно к этой ссылке. Щелкните, пожалуйста, на июль 2020 и скопируйте из буфера обмена ту ссылку, которая у вас, соответственно, образовалась при переходе. Она выглядит сейчас вот таким образом. Когда ссылка скопирована у нас в буфер обмена, мы можем загрузить ее на лист Excel, используя надстройку Power Query. Еще раз повторюсь, те, кто работает 16-19 версии Excel, а также 8.365, найдут эту надстройку непосредственно на ленте. Мы будем получать данные из, соответственно, других источников и из интернета. Точно такая же кнопка находится на ленте в виде простой маленькой иконки. Можно щелкнуть на нее и сделается переход к нужной нам программе. В данном окне, которое называется из интернета, мы введем адрес той индексной строки, которую мы хотим найти при помощи надстройки Power Query. Возможно, у вас, если вы впервые будете открывать этот сайт, я там буквально полчаса назад уже была, поэтому не получила уведомления о способе входа. Если вы впервые заходите на ту или иную страницу, вы получаете оповещение о том, каким образом вы хотите подключиться к этой странице анонимно, либо под какой-то учетной записью. Предпочтительно всегда называть анонимно, чтобы не зависеть, скажем так, от настроек и паролей каких-то Windows. Ну, зачем делиться своей информацией, да? Лучше анонимно. В итоге мы видим перед собой два документа, к которым мы можем подключиться. Табличка, которая носит сервисное имя Документ, она является, скажем так, сервисной табличкой. Из нее тоже можно иногда добывать информацию, но сейчас она нам неинтересна, потому что если у нас встречаются выгрузки, возможность подключиться к той или иной таблице, и в этой таблице содержится нужная нам информация, а мы же реально хотели бы получить перечень стран и, соответственно, сколько у нас стоила та или иная, соответственно, та или иная валюта, не валюта, получается, это индекс Бигмага, соответственно, в этом периоде. В итоге эта табличка нас вполне устраивает. Мы нажмем «Преобразовать данные». В некоторых версиях эта кнопка может называться «Загрузить», но главное, что она находится в данном месте, под этого окна. Какую ошибку Наталья выдает? В каком момент? Когда вы подключаетесь, в каком моменте выходит эта ошибка? По-любому, если вдруг у вас в момент данного запроса выходят какие-то неточности, вы мне можете по окончанию вебинара задать вопрос в специальной форме, которую я подготовила, и мы обязательно сравним ваши ошибки, то есть я напишу вам письмо, и вы мне сможете свои файлики предоставить, если сейчас нет возможности эту ошибку описать. В результате подключения к программе мы видим на окне интерфейс Power Query. Power Query само по себе это моно-окно, окно, которое будет закрывать доступ к основной программе Excel. Посмотрите, Excel я не смогу открыть до тех пор, пока не закрою Power Query. Поэтому, когда мы работаем в Power Query, чтобы перейти в Excel, мы должны закрывать Power Query. И что же мы видим? Что на первом шаге был создан запрос, который сейчас называется Table 0, но мы же помним, что мы подключались к 2020 году, к июлю. Давайте назовем эту табличку 2020. Как я увидела, к какому году мы делали подключение? Посмотрите, когда я встану на первый шаг с правой стороны в параметрах запроса, у нас отображаются те шаги, которые, скажем так, исполнила данная программа. То в строке формул, строка формул у меня уже включена по умолчанию, потому что я, честно говоря, всем советую отслеживать те команды, которые Power Query всегда выполняет, даже если вы только-только впервые открыли данную программу. Чтобы и у вас строка формул была доступна, рекомендую на вкладке просмотр выбрать с левой стороны вот эту галку строка формул. Она вам поможет для того, чтобы работать с нашим интерфейсом. Далее, на втором шаге мы подключились к таблице, которая содержит информацию. В данном случае, видите, источник 0 говорит, что нужно подключиться к первой строке. Именно в первой таблице, в первой строке содержится информация с нашими индексами МакДак. Подключаясь к этой таблице, мы получаем информацию, и шаг измененный тип сделал последний столбец с рублями числовой информации. Обычно рекомендуется этот шаг измененный тип как таковой убирать. Этот шаг измененный тип формируется автоматически, и иногда, вот сейчас посмотрите в строке формул, у нас конкретно пересчитаны, как называются входные столбцы. Если в момент подключения к сайту они будут называться как-то иначе, то, соответственно, может выходить ошибка. Лучше этот шаг удалять и применять единожды в самом конце, когда все уже запросы будут сделаны. Чтобы удалить этот шаг, я нажала с левой стороны красный крестик, который говорит, что последний шаг уже сделан быть не нужен. В отличие от Excel, отменить действие в Power Query просто, скажем так, вернись назад нельзя, но можно отменять шаги, которые мы применили. В итоге ситуация с местной валютой сейчас нам неинтересна. Мы будем сравнивать рублевые показатели индекса BigMag в 2020 году и в 2010. Местная валюта сама по себе, она, видите, различная, поэтому сравнивать мы должны именно одинаковые показатели. Столбец с местной валютой я предлагаю удалить. Чтобы потом в будущем мы понимали, к какому запросу мы обратились, давайте добавим дополнительный столбец, в котором пропишем, а за какой год отвечает у нас данная выгрузка. Для этого на вкладке добавление столбца вызовем команду через кнопку настраиваемый столбец, в которой расскажем, что данный настраиваемый столбец имеет имя, слово пользовательский мы заменим на год, и пропишем, а собственно говоря, чему равно значению этого года. Если я введу просто значение числа, то так как это число, Excel воспримет его спокойно и без кавычек. Но после нажатия «Ок» у нас появится дополнительный столбец, который, по сути дела, покажет наше число 2020 уже как число. Чтобы обезопасить себя и всегда год представлять именно текстом, я же не буду складывать эти значения, то в строке «Формул» есть возможность непосредственно подправить. Я хочу, чтобы вот это 2020 считалось у меня как текст, поэтому заключу это значение в кавычке, и после того, как я сделаю подтверждение этого действия, то мое 2020 число превратится в текстовое выражение. В принципе, запрос по 2020 году мы с вами выполнили, и, как я вам говорила, в последнем шаге, вероятно, можно применить уже момент изменения типа, чтобы вот эти рублевые значения у нас были превращены в целые числа, чтобы мы видели рублевые значения нашего индекса BigMag. Все эти действия, которые сейчас записаны вот в этих пяти шагах, Excel записывает в качестве кода. А есть ли такое место в надстройке Power Query, в котором данные шаги собраны в одном месте? И да, такое место есть. Найти эту команду можно в двух местах в Power Query. Ну, например, на вкладке «Просмотр» с правой стороны предпоследняя команда, достаточно большая кнопка, называется «Расширенный редактор». Если вы ее нажмете, то здесь все эти шаги, которые мы с вами сделали, записаны через запятую. При этом начало данного запроса начинается со служебного слова «led», конец, скажем так, этого запроса служебным словом «in», который говорит, в какой именно шаг я хочу выгрузить свой запрос. В принципе, если мы знаем, что есть такой расширенный редактор, мы можем поменять какие-то настраиваемые параметры, чтобы повлиять на результат. Давайте сейчас мы этот запрос оставим без изменения, но создадим, давайте я нажму «Отмену», но создадим еще дополнительный запрос. Посмотрите, с левой стороны у нас есть открывающаяся такая стрелка, которая покажет, какие запросы в данный момент у нас есть в системе. Наведя правой кнопкой мыши на запрос 2020, который я только что добавила, мы найдем в контекстном меню команду, называемая «Дублировать». Эта команда позволит нам создать дубликат запроса ровно с таким же, ну нет, ровно с таким же, с похожим названием. Два одинаковых запроса с одинаковыми именами не могут существовать, поэтому было придумано вот это окончание в скобочках «двойка». Мы поменяем имя этого запроса на 2010. Но чтобы данный запрос обращался уже к другой ссылке, ссылке, которая ведет к нам, нас, к индексу Бигмага за 2010 год, посмотрите, я сейчас открою эту ссылку, за июль 2010 года, ссылка будет очень похожа. Там было 2020-07, здесь 2010-07, а здесь у нас уже другие курсы, и мы, соответственно, попробуем подключиться к этой страничке, но не как в первый раз, а путем изменения нашего кода. Посмотрите, сейчас мы находимся в запросе 2010, и ровно так же нажмем на кнопку расширенного редактора, вкладочка «Просмотр». Ровно такую же команду можно найти и на вкладке «Главная». Она здесь несколько поменьше, не квадратная, а расширенный редактор, прямоугольная. Нажмем на эту кнопку и получим то же самое окно. Мы сейчас видим, что запрос Power Query называется 2010, но обращается он году 2020. Поменяем вот эту текстовую ссылку, которая сейчас записана в скобках. Сейчас мы это будем делать руками, просто поменяем 2010. Но на курсе Power Query мы научимся, как можно автоматизированно влиять на выбор той или иной ячейки. Это очень удобно, не только, ну, естественно, не в рамках того файла, к которому мы сейчас подключаемся, а уже непосредственно в своей рабочей практике. Вы можете подключаться, скажем так, к различным файлам, просто меняя, допустим, их название в запросе автомата. Подключение таким образом будет делаться при помощи специальных функций, которые мы тоже научимся писать. Сейчас же я изменила вот этот текстовый блок, который говорит, куда я буду обращаться 2020 на 2010. И еще помните, в шаге добавлен пользовательский объект. Мы меняли столбе, возносили столбец в год, который называли 2020. Сейчас нам нужно его назвать 2010, говоря о том, что та фиксированная ссылка, которая была задана на шаге источник, она не будет изменяться и всегда будет обращаться в году 2010. Нажмем «Готово». И в итоге у нас создастся совершенно другой запрос. Посмотрите, Австралия, индекс у нас равен 119, а в 2020 году в Австралии индекс равен 324. Соответственно, эти две строки мы с вами и должны будем сравнить. Получается, что первый шаг о создании запроса и его дублировании для периода сравнения мы с вами построили. Давайте посмотрим на второй шаг. На втором шаге мы будем уже объединять два запроса, чтобы из двух запросов соединить и получить общий источник, который уже и непосредственно анализировать. Для соединения двух запросов, которые имеют одинаковые названия, в данном случае действительно у нас названия у одного и другого запроса одинаковые, если бы они различались, мы могли бы, допустим, простым переименованием столбцов их привести к одному знаменателю. Если, например, вы обращались к файлу Excel, тогда в запросах приводите названия столбцов одинаково и получите уже вариант добавления. В данном случае я хочу реально объединить эти две таблицы по способу добавления их друг к другу, одна на другой. Объединение запросов делается на вкладке «Главное», но здесь есть два способа. Тот способ, про который я вам рассказывала, называется «Добавить запросы», а вот способ объединить запросы, который здесь также у нас выходит, это про так называемые общие ключевые поля, ну что-то типа формулы ВПР, которую мы делаем в Excel. Сейчас она могла бы пригодиться, но я выбрала другой вариант, поэтому мы будем добавлять эти два запроса на вкладке «Главное», кнопка «Объединить» и дальше выбираем команду про добавление запросов в новый источник. То есть мы будем добавлять запрос не в тот источник, где сейчас находимся, но в новый источник. Новый источник мы назовем, сначала определим, какие таблицы мы хотим соединять. В данном случае Excel предлагает соединить две таблицы, но можно, например, выбрать три таблицы и больше. Например, если бы мы таких выгрузок сделали десяток, то все эти 10 выгрузок можно было бы поместить и с левой части экрана в правую часть. Нажмем «Ок» и после этой кнопки, после кнопки «Ок» у нас с правой стороны загорится окно параметры запроса, которые мы, соответственно, должны будем переименовать. Ну, например, данный запрос у меня будет называться «Прирост», потому что в этом запросе я хотела бы проанализировать, насколько изменился индекс одного года к индексу другого года. В объединенном запросе, посмотрите, в столбце «Год» у нас соединились выгрузки из запросов 2020 и 2010. То есть данные запросы стали, скажем так, находиться друг под другом. Если бы в запросах столбцы назывались у нас по-разному, а такой вопрос очень часто задают слушатели на курсах, которые мы преподаем, то такая ситуация была бы, например, вот таким образом. Посмотрите, один из заголовков я могу назвать, например, «Год» большими буквами, а Power Query – это достаточно такая капризная программа, потому что капризная с точки зрения больших и маленьких букв, описных и строчных. В этом случае объединенные запросы у нас будут разведены по двум столбцам. То есть если у вас есть одинаковые столбцы, то информация будет выставляться друг под другом. Если столбцы имеют разное название, то она будет расходиться на два разных столбца. Нам сейчас такая история не нужна, поэтому в запросе 2010 года я удалю тот шаг, 2010 года я удалю тот шаг, где переименовала данный столбец. И так как у меня два исходных файла имеют одинаковые названия, то и в итоге соединенная таблица будет состоять тоже из трех столбцов. Теперь нам нужно, чтобы вот этот столбец год был записан не в виде одного столбца, а чтобы я развела информацию, ну, получив такую историю, что Австралия в 2010 году столько, а Австралия в 2020 году столько. Для этого мы должны построить своего рода сводную таблицу, в которой в одном столбце будет величина индекса за 2010 год, а во втором за 2020. Чтобы не делать это в Excel, мы воспользуемся интерфейсом Power Query, где на вкладке преобразования есть такая маленькая-маленькая кнопка, которая называется столбец сведения. То есть это и есть построй сводную таблицу, используя в качестве… Давайте я нажму эту кнопку, и мы прям прочитаем, что там с ней будет. Использовать имена столбцы год, а у нас там только два имени, 2010 и 2020, чтобы создать новые столбцы. В данном случае в качестве результата этих столбцов мы выберем рублевое значение. И так как рублевое значение у меня имеет числовой вариант, то в расширенных параметрах мы, допустим, сосчитаем суммировать. Так как Австралия здесь встречается в 2010 году один раз, то, по сути дела, 119 у меня сложится само собой. В итоге, после применения функции сведенный столбец, посмотрите, в шаге источник у нас было три столбца, а потом вот этот столбец год разделился на две части, где рублевая величина стала отображаться либо в одном столбце, либо в другом. Получив эти два значения, мы можем их сравнить между собой. В данном случае найти отличие 2020 года к 2010. Выделим 2020 год, нажмем клавишу Ctrl, а потом 2010. В результате у нас получится так называемая возможность использовать на вкладке добавления столбца команду разделить. Так как я первым выбрала столбец 2020, то деление создаст новый столбец относительно 2020 года, посмотрите, я в строке формулы контролирую, на 2010 год. Простое отношение мне, наверное, сейчас не очень интересно, а вот если из этого отношения я отниму единицу, то я получу величину, на сколько процентов стоимость Биг Мага в 2020 году превышает стоимость Биг Мага в 2010 году. Но можно для красоты превратить данное число в процент и получить результат деления. Вы знаете, я, наверное, сейчас поменяю, уберу измененный тип и поменяю название столбца непосредственно в шаге. Не буду добавлять шаг, переименовать, а в шаге вставлено деление, поменяю, что столбец должен называться не деление, а, например, прирост. Выбирая эту команду, я получаю новый столбец прирост, к которому могу применить тот шаг процент. В результате мы видим, что у нас есть некоторые значения, которые равны, имеют значение null. В данном случае, посмотрите, Азербайджан, который в 2010 году не был, а в 2020 он появился. Либо наоборот, есть страны, которых нет в 2020 году, но они были в 2010. Для таких стран мы, наверное, создадим отдельный запрос. Давайте я прирост добавлю еще раз, дублировать, дублирую запрос. И в приросте 2 покажу только нулевые значения. В этом случае у меня создастся новый запрос, с которым я буду видеть те страны, которые несравниваемые. Их нельзя сравнивать. Ну, назовем, допустим, этот запрос несопоставимые. Такое сложное русское слово. Несопоставимые. Пусть он называется так. Чуть позже к этому запросу вернемся. А вот первый запрос, прирост, который у нас есть, конечно же, он должен исключать те несопоставимые значения. Сейчас мы видим только те страны, которые были и в 2010, и в 2020 году. Соответственно, теперь на основании этого запроса мы сможем вывести какую-то информацию на лист Excel. Давайте на вкладке «Главное» выберем команду «Закрыть и загрузить». Но не просто «Закрыть и загрузить», а обязательно выберем способ загрузки. Потому что, посмотрите, у нас сейчас с вами 4 запроса, и каждый из них, если выгрузится на лист, то это будет слишком такая большая весомая информация. Поэтому давайте предоставим сначала загрузку в виде только подключения. В этом случае эти 4 запроса у нас сформируются в специальном окне запроса и подключения, в каждом из которых будет написано, что все это живет только в Power Query. И если, например, запрос прироста мы захотим выгрузить на лист, то можно вызвать команду «Правая кнопка мыши загрузить в» и получить, например, сводную диаграмму сразу, чтобы мы получили уже сводную диаграмму. Нажму «Ок» и посмотрим, какие у нас получились объекты. Диаграмма у нас получилась в созданной на основании сводной таблицы. И вот сейчас я, наверное, хочу обратно вернуться в мои запросы. Посмотрите, я два раза щелкнула на название моего запроса «Прирост». Почему? Потому что хочется проверить, правильно ли у меня стоят типы данных. Действительно, 10-й год числовые значения, 20-й год числовые, ну и прирост тоже числовые процентные значения. Отлично мне это подходит. Если все значения корректные, то в настройках в списке полей, вот здесь у меня есть список полей, я могу указать, что в разрезе стран я хочу посмотреть стоимость 10-го года, стоимость 20-го года и прирост одного показателя относительно другого. Сумма по полю 10-й и 20-й год, а также сумма по полю прирост у меня помещены вот сюда в область значений сводной таблицы и сводной диаграммы в том числе. По оси категорий обозначена только страна. Чтобы на нашу диаграмму данная информация помещалась в правильном формате, я сразу приведу формат 10-го, 20-го года к нужному форматированию. Чтобы во всей сводной таблице поменять существующий формат, например, с числового на рублевой, на денежный, я выберу команду «Числовой формат» три точки. Эта команда позволяет поменять формат всего поля внутри сводной таблицы, несмотря на то, что я нахожусь только в одной ячейке. Нажав правую кнопку мыши «Числовой формат», нам нужно выбрать, что нас интересует формат денежный, например, с нулем знаков после запятой. Такую же команду мы сделаем для 20-го года. Числовой формат окажем нам нужен денежный. Обратите внимание, что форматирование, которое делается в Power Query, в Excel не приходит в процентах. Вот мы же выставляли проценты. Это больше для того, чтобы в Power Query это число у нас не было таким высокозначимым. Правая кнопка мыши «Числовой формат», и здесь мы пропишем, что это у нас процент, ну, знаки после запятой с такими значениями здесь уже будут неинтересны. Попробуем поменять данную таблицу, вернее, уже диаграмму, чтобы ее было легче воспринимать. Так как информация по рублевой величине стоимости индексов у нас одинаковая, там 70-100 рублей, то отличие, во сколько процентов одна величина больше другого, она сильно меньше стоимости. Для представления таких разных по вариантам данных мы будем использовать другой тип диаграммы. В данном случае он называется «Изменить тип диаграммы». Выберем комбинированный тип. В 13-й версии есть возможность выбрать. И посмотрите, в комбинированной диаграмме мы расскажем, что сумма по полю прирост, это вот этот серый график, должен у нас строиться по вспомогательной оси. Но в виде графика. Два первых ряда мы оставим гистограммой с группировкой. Ну и чтобы на легенде мы видели более короткое название данных полей, не забудем, давайте нажмем «Ок» переименовать эти поля в исходной сводной таблице. Заменив, например, в заголовке через быструю клавишу «Ctrl-F» и меню «Найти» и «Заменить», выражение «Сумма по полю» на «Пустоту» «Заменить». В этом случае Excel мне говорит, что такое поле есть, тогда мне нужно, наверное, заменить сумма по полю не на «Пустоту», а, например, на «Нижнее подчеркивание». Посмотрите, в этом случае наши года будут уже называться более коротко. Но все равно пока у нас диаграмма не очень симпатично выглядит. Почему? Потому что стоимость, например, 10-го года, сейчас она у меня здесь выведена в виде графика, гистограмма, она находится рядом с 20-м. Давайте сделаем так, чтобы она у меня как бы находила снаружи 20-го года. Для этого мне нужно перейти в формат данного ряда. Сделать это можно разными способами. Например, на вкладке «Формат» есть такая команда, как «Формат выделенного» и открывается окно. Обычно я его вызываю при помощи быстрой клавиши «Контрол-1». В данном случае мне нужно сказать, что перекрытие рядов должно быть 100%, и тогда этот синий ряд окажется, скажем так, за моим 20-м годом. Чтобы он оказался впереди, вероятно, в настройке сводной таблицы мне нужно поменять местами 20-й и 10-й год. Да, и в этом случае у меня один из годов, например, вот этот оранжевый 10-й, теперь стал впереди на первом плане. Уберу пока легенду, чуть позже мы к ней вернемся. И сделаем так. Давайте, наверное, отсортируем наш график, чтобы у нас были упорядоченные данные. Например, выделив график, нажмем правую кнопку мыши «Сортировка» по возрастанию. В этом случае мы увидим, как у нас росло вот это изменение индекса. Например, в Шри-Ланке оно было самое большое, а в Турции самое маленькое. И сделаем более симпатичную настройку этой диаграммки. В данном случае, выделив ряд, уменьшим боковой зазор. В этом варианте у нас столбцы становятся более широкими. Дальше ряд, синий ряд, который у нас отвечает за 20-й год, я предлагаю подсветить зеленым цветом. Почему я выбираю такой цвет? Потому что... Я сейчас границы поменяла, а нам нужны цвета. Потому что в той картинке, которую я буду использовать в этой визуализации, как раз присутствует такой зеленый салатовый цвет. Мы, соответственно, ими воспользуемся. А вот эта оранжевая линия, которая отвечает за 2010 год, чтобы она не отвлекала внимание, мы ее превратим в показатель а-ля в виде стрелочки. Чтобы сделать данную гистограмму, например, в виде рисованного объекта стрелка, на вкладке «Вставка» можно выбрать, например, в иллюстрациях какой-либо рисунок, фигуру. В данном случае меня интересует фигура «Вертикальная стрелка вверх». Нарисую ее здесь, поменяю ее в формат, чтобы она была, например, совсем без заливки, но с контуром того самого оранжевого цвета. Оранжевый цвет, наверное, надо взять посерьезнее, чтобы он у нас был виден на зеленом. Сапирую в буфер обмена данную стрелку. И когда я буду менять представление моей диаграммы на листе, то в заливке можно указать, что нас интересует рисунок из буфера обмена. В этом случае, посмотрите, вот такая стрелка у нас вставилась непосредственно на экран нашего меню, которая говорит о том, собственно говоря, с какого уровня в 2010 году цена поднялась до самого крайнего верхнего показателя. Мы поменяем саму линию этого индекса. Скажем, что нам нужна сплошная линия. Давайте выберем опять же тот самый оранжевый цвет. И пропишем, что в данном случае сплошная линия оранжевого цвета. И также интереснее показать на этой линии особого вида маркеры. Маркер нам нужен встроенный. И для этой презентации я предлагаю выбрать маркер в виде картинки. Причем, если я возьму картинку из файла, файлики у меня лежат на рабочем столе. Вот здесь у меня тот самый бикмак, который я хотела бы вставить в мою диаграммку. Но получается не совсем удачный вариант. Такие большие картинки. Тогда я поменяю данную картинку на простой круг. И вставленная картинка, посмотрите, будет вписана в обычный круглый маркер. То есть именно такую ситуацию я и хотела видеть на своей диаграмме. Удалить вот эти две оси нельзя, потому что у нас данная ось комбинированная. Поэтому мы эту ось сделаем практически невидимой за счет того, что уменьшим шрифт представления этой оси прямо вплоть до единички. Можно еще и убрать цвет, проставив белым цветом. Добавим к этой диаграмме ту самую легенду. Но сразу напишем, что она нам нужна сверху. И вот эти все серые кнопки управления этой диаграммой, наверное, нам сейчас будут мешать. Поэтому на одну из них, нажав правую кнопку мыши, я беру команду «Скрыть». Визуализация у нас готова. Осталось к ней добавить только подписи. Как добавляются подписи? Через вкладку «Плюс». Подписи нам нужны к ряду 2010 года. Давайте нажмем «Плюс метки данных». Подписи с рублевыми показателями у нас добавились. Единственное, что данные подписи мы будем выравнивать с поворотом. Посмотрите на вкладочке формата. Можно выбрать, соответственно, команду «Размеры свойства» и под одним из треугольников выравнивания написать, что нам нужно повернуть на 270 градусов. Но давайте разместим данное числовое значение у вершины, у основания внутри, чтобы стоимость эта у нас была снизу. Возможно, стоит уменьшить эту подпись, но потом мы будем ее переносить на основной дашборд, и там она уже будет регулирована. Ну и, соответственно, выберем по маркерам нашей линии прироста. Также добавим метки данных. Метки данных у нас в виде процента. Ну и, видимо, с ними придется совершить те же самые операции. Расположить сверху. И поменять направление текста можно еще на вкладке «Главное». Здесь есть кнопка, позволяющая повернуть текст вверх. Также чуть поменьше его сделаем. Все, диаграмма у нас готова. Ее можно скопировать. Нажмем «Контрол-С». Этот лист у нас называется «Прирост». А вот следующий лист, к которому мы будем подключаться и где будет непосредственно строиться наш дашборд, мы назовем, например, «Итаго». В этом листе нам нужно каким-то образом научиться управлять выводом информации на данную диаграмму. Для этого в настройках любого вида диаграмм, я пытаюсь скрыть сетку, потому что она сейчас мешает, в настройке сводных диаграмм есть такой элемент, как давайте выберем «Вставка» и выберем команду «Срезы». То есть я хочу научиться фильтровать информацию на этой диаграмме. Ставим фильтр по стране. И у нас появится информация о тех странах, которые есть в этом отчете. Желательно эту информацию представить в нескольких столбцах. В «Настройках среза» мы укажем два столбца. И дальше все, что нам нужно сделать, это представить эти столбцы таким образом. Возможно, придется даже чуть-чуть уменьшить шрифт, чтобы наша информация целиком помещалась на экран Excel. Вот сейчас я немножечко подсокращу. Вот таким образом у меня вся информация сейчас добавлена. Можно саму диаграмму сделать вот таким образом, оставив место еще для одной диаграммы внизу, которая будет говорить нам о неучаствующих странах в этом отчете. Как работает срез, который мы с вами добавили? Выделим, например, не все страны, а несколько. Тогда диаграмма отобразится вот таким образом. Вот для среднего вида возможно даже увеличивать варианты подписи, чтобы, скажем так, не очень было мелко. Поэтому я и говорила, что про масштаб подписи лучше уже на конечном дашборде ориентироваться. Ну и вторую диаграмму, которую сюда нам нужно добавить, это диаграмма по второму запросу. Видите, у меня окно запроса пропало. Чтобы его добавить, мы на вкладке данные выберем команду запросы и подключение и перейдем к тому самому файлу, запросу, который называется несопоставимое. Нам нужно его немножечко подкорректировать, чтобы на его основе построить диаграмму. Столбец прирост, который не показывает ничего, нам, в принципе, уже не нужен. Те показатели, которые в 2010 году какие-то значения индекса BigMag показывали, нам нужно, чтобы они отличались от 2020 года. Поэтому я предлагаю на вкладке преобразования сделать какое-то стандартное действие. В данном случае нам подходит умножить. Так как я это делаю не в добавлении столбца, а на основной вкладке, то в качестве умножения я напишу какой-то коэффициент, не значащий, не меняющий само значение, минус 1. И теперь, объединив эти два столбца, через правую кнопку мыши находим команду «Объединить столбцы», мы получим новое имя, которое может называться, например, «Индекс». Это уже непосредственно индекс при помощи отсутствующего разделителя. В итоге у нас получится один столбец, в котором будут как положительные, так и отрицательные значения. Power Query подсказывает нам, что в этом случае у нас получается текст. Мы поменяем его на число, и на основании этого запроса также можем построить диаграмму. На вкладке «Главное», «Закрыть и загрузить». По умолчанию идет загрузка в то же самое подключение, которое у нас с вами было. И из этого подключения «Несопоставимые» мы сделаем запрос, загрузив его. А, кстати, давайте лучше приготовим для этого новый лист. Новый лист мы назовем «Несопоставимые». И на этот лист нашу пробную диаграмму, что называется, выгружим. Почему я для этого использую какие-то переходные листы? Потому что мы, создавая сводную диаграмму, на этот лист добавляем не только диаграмму, но и сводную таблицу. На дашборде наша табличка будет мешать. Выставляя галочку по индексу, мы получаем индекс сразу в нужном поле значения. И выставляя галку по стране, мы получаем индекс по стране. Ну и поменяем представление данной диаграммы. В данном случае можно убрать оси, можно убрать название диаграммы, сетку и легенду. И поменять эту диаграмму с точки зрения правой кнопки мыши, изменить тип диаграммы на линейчатую, чтобы у нас данные индексы были представлены, например, по горизонтали. Сейчас достаточно большой разброс, поэтому мы попробуем сделать сортировку. Можно как сводную таблицу отсортировать, так и саму диаграмму. Нажмем правую кнопку мыши, сортировать по возрастанию. Давайте поменяем, наверное, по убыванию будет поинтересней. И как сделать, ну скажем так, разными цветами показать те страны, которые, давайте пока я это говорю, я уменьшу боковой зазор. Каким образом сделать те страны, которые ушли, были в 2010 году, но ушли в 2020, отделить от других стран, которые появились чуть позже. К этому ряду я могу добавить метки. Метки, которые показывают мой индекс. И еще настроить, что помимо индекса, мне нужно еще и название самой страны, имя категории. Каким образом развести цвета? Очень мне не нравится, как написано «Литва», поэтому в настройках подписи мы снимем галочку «Переносить текст фигуре». Тогда все подписи у нас как бы будут помещаться. Каким образом разделить цветовые обозначения этих стран? Есть специальный инструмент, когда вы будете выбирать цвет данной диаграммы, вы можете нажать на кнопку «Инверсия чисел меньше нуля». В этом случае, выделив первый ряд, например, оранжевым цветом, то для второго ряда вы можете написать там серый цвет, что… Так, я немножечко ошиблась. Выбираем сначала оранжевый цвет, а вот для второго ряда, который в данном случае не обозначен белый, мы пропишем, соответственно, вариант нового цвета, но отсутствующего серого. Данная диаграмма, в принципе, нас вполне устраивает. Я скрою все кнопки и путем обычного копирования добавлю ее на наш дашборд, который мы уже специально заготовили. Пожалуй, все. Информация по сравнению двух списков у нас с вами получилась, и мы можем, соответственно, ее понимать уже не только физически на листе Excel, выгружая те или иные запросы, но и, скажем так, визуально получить информацию на листе. Запрос наш сделан, и мне хочется еще раз повторить те шаги, которые мы с вами сейчас совершили. На первом шаге мы подключились к запросу, используя настройки Power Query. На втором шаге мы создали запрос, который смог объединить, при помощи кнопки «Добавить», который смог объединить эти две команды. На третьем шаге мы сделали определенные аналитические выкладки, когда добавляли столбец с приростом, и потом у нас уже прошла визуализация, а именно мы получили определенные показатели прироста и сравнение цены 10-го к 20-му году. Почему я не стала делать подписи на 20-м годе? Ну, потому что был бы, наверное, перебор с подписями, хотя индекс мы можем смотреть по 20-му году, видя ту шкалу с левой стороны, основную, которую нам этот индекс показывает. Ну и последнее, мы к нашим изготовленным таблицам применили определенную фильтрацию. Сейчас у меня фильтрация только к одной таблице, но при необходимости, нажав правую кнопку мыши на этой фильтре, мы можем его настроить и на другую таблицу. Уважаемые слушатели, мы сделали ту работу, которую должны были сделать. Слышу, что кто-то включил микрофон. Если у вас есть вопросы, задавайте мне их. Ну и на конку, хотелось бы вам, вас попросить пройти, скажем так, небольшой опрос. У меня есть заготовленная ссылка на опросник в Google формах, где я вас попрошу написать свое имя, электронный адрес и ответить на темы сегодняшнего рассматриваемого опроса. Если есть какие-то другие вопросы, вы тоже в этой форме сможете мне их задать. Копирую эту ссылочку в чат и жду от вас обратной связи. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, задавайте мне их либо в чат, либо в голосах. Ну и, конечно же, приглашаю вас поучаствовать в нашем курсе, в курсе Power Query, который у меня стартует уже в эту субботу. С 30 января мы будем заниматься два дня на Таганке, где можем познакомиться лично и более глубоко изучить настолько интересную программу, как Power Query. Изучив Power Query, моя жизнь уже не будет прежней. Это про это. Так, вижу, что у нас дарит микрофон у одного из слушателей. Если есть вопросы, можете мне их даже голосом задавать. Я тогда отключу, наверное, нашу запись. Запись вашего вебинара, она...